В одной из квартир пятиэтажного дома, недалеко от железнодорожного вокзала, сегодня отмечают новоселье две семьи. От обычной четырехкомнатной квартиры мать твоих детей, Нурай Куандыква, в восторге. Женщина говорит, что их прежнее ветхое жилье не идет ни в какое сравнение с арендованной властями квартирой. Спасибо Акиму города, что оказал нам помощь. Когда дом рухнул, мы и не знали, что делать. Но пришел Габидулла Рахматуллаевич и сказал, что окажет помощь и снимет нам в аренду квартиру и оплатит за целый год. Огромное ему спасибо. Два родных брата с семьями и маленькими детьми жили в одном доме, пока в одночасье остались без крыши над головой. Их аварийный частный дом на зеленой балке был буквально смыт мощным потоком проливного дождя. Все наше имущество тоже осталось под завалами старого дома. По счастливой случайности никто не пострадал. Вообще там у нас около 300 домов именно в том участке. Из них где-то 60 ветхие дома. Вот как раз на этот период в течение года мы именно по данному дому должны решить вопросы. Поэтому они будут где-то год жить там. Что будет с районом зеленой балки в Шимкенте и куда расселят жителей частных домов, решат депутаты на сессии городского маслехата. Бахром Абдулайф, Эльдар Жунусканов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпания ОТРАР.